В городе Угледар Донецкой области у 12-летнего подростка в руках взорвалась граната. Мальчик погиб на месте происшествия. В настоящее время работает полиция, район оцеплен. Обостряется ситуация в зоне боевых действий. Подробности в сюжете Олега Решетника. Еще до войны Красногоровка была все равно, что окраина Донецка. До главной площади областного центра всего какой-то час езды на общественном транспорте. Но теперь все иначе. Блокпост и виртуальная линия разграничения, из-за которой каждую ночь дождем сыплются снаряды. Вот это когда восстало. Баланка дальше пошла, вон дорожка видно. И часто вот такие? Через день, можно сказать. Самое страшное, к войне здесь привыкли. А вот южнее под обстрел попали даже наблюдатели АБСЕ. Это произошло в серой зоне возле села Коминтерного. Миссия осуществляла мониторинг режима прекращения огня для проведения ремонтных работ на газопроводах. Но всего в 30 метрах от группы упали несколько снарядов. Они тут же покинули горячую точку. Никто не пострадал. По оценке наблюдателей миссии, это были мины 82-го калибра. Неспокойно и на Луганском направлении. Здесь тоже всю ночь боевики вели массированные обстрелы. Обстрелы бывают интенсивные. Переважно это крупнокалибренные кулеметы, ДШК. Потом они переходят на зенитные установки. Можут работать боевые машины пехоты. Кто служит давно, рассказывает, ходить по окопам с высоко поднятой головой здесь опасно для жизни. Походка пригнувшись уже стала нормой. С этих позиций отчетливо видно стаханов Луганской области. А это печально известная Авдеевка. Совсем недавно ценой нескольких жизней специалисты восстановили линию электроснабжения. А сегодня она снова не работает. Около двух часов дня в результате обстрела без электричества остались мирные жители. Как Сахим и ДФС. Глава Донецкой облгосадминистрации рапортует. Все силы брошены на восстановление сети электроснабжения. Олег Решетняк. Подробности. Телеканал Интер.